Друзья, всех приветствую! Наше видео начинается с порта Находки Чудным образом мы переместились в город Находка Загружать экскаватор Экскаватор загрузили, сейчас едем за зипом Привезти же никто не может Приходится кататься на фуре с экскаватором, чтобы забрать зип Ну давай, что ты, берешь его, забираешь, нет? Забираем и посмотрим, поснимаем, как кальмар снимает контейнер Жарко здесь, блин, плюс 5 Че-то отделся так тепло, пока заувязывался, весь уже мокрый, блин Экскаватор у нас 23 тонны, ну 22 написано на нем, не знаю Документ он 23 Непонятно, короче Такая дурында, блин Большеватая Машинки Скорее С Японии Знаете, какие-то все хундайки, скорее всего, скорее всего Чья-то здесь машинка, ребят, одна из ваших стоит Кто-то станет счастливым обладателем скоро машины Куда ехать-то, куда ехать-то, куда он убежал-то, пока это кальмару сгружал Вот сюда Все верны Все траки, пожалуйста, новые Там еще вам целый ряд машин Камрюхи, Хунтай Простите Солнышко Дает осознательно Так, ладно, дальше мы не поедем, наверное Корячится потом нам не вариант Здесь остановимся Куча-куча Экскаваторов Погрузчиков Вилочные погрузчики Дальше он в бульдозер стоит Здесь вот стрела От крана стоит В ящике еще, наверное, какой-то бульдозер стоит Короче, все весело Все, пацаны работают Ладно, пойдем, мы сходим Заберем зип Не будем выезжать, наверное Ну вот Выезжаем и назад Что-то он какой-то судостроительный Впереди вон То ли буксиры, то ли ледоколы какие-то строят Не ледоколы, как они правильно знают Ледоколы, ну ладно, как вообще-то несовестно Мне что-то голова нормально, не соображает Все, ты не выспался толком Быстрее, быстрее Сказали, к обеду подъезжай А затем поверните направо на портовую улицу Просто обеду тебя загрузят В итоге Звонят уже, ты где? Да ты зачем сюда заехал? А куда надо? Там поостановился, ты сейчас хрен выедешь отсюда Так, пропускай-то, давай сюда Да, я откуда знаю, я первый раз Ну правильно, ты что, просто так это дали? Один на заезд, другой на выезд Один на машину, один на тебя Понятно КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас день с краешка здесь встанем после очереди на выезде Разложим знаки, поставим мигалки И будем выдвигаться дальше Подъем преодолели, прям отлично, слава богу Товарищи с ближнего зарубежья стоят, киргизы Вот такой вот экскаватор в итоге я загрузил 922 Как бы в моем понимании 22 тонны Но что-то в заявке стоит 23 тонны Ну они наверное там с копейками всякими считают Потому что по техпаспорту написано 23 Доехали мы Владивосток проехали Там вот, Владивосток уже дорога пошла Вот, столет на такой парковочке Конечно, утром хотели нас выгнать Но вроде успокоились Потому что все завалило Владивосток, снег вывозили, чистили здесь полностью территорию Но вроде успокоились Сейчас ждем Должны привезти легковую машинку Когда груз Сюда на гусак поставить Вот, увяжемся и будем трогаться Вчера почему ребят не снимал Что-то пока документы прождал Пока сходил покушал Тут уже стемнело Надо быстрее выезжать Еще так с парнишкой договорился С бензовозом Чтоб он меня вывел С находки Ну потому что там везде мосты 5 тонн, блин И этот Быстрее-быстрее В час пик попали, блин Ну, короче, не до этого было Так вот Ладно Ждем, ждем, ждем Пока привезут Лихтовую Уже, конечно, солнце заходит Но ничего Вроде сейчас должны Разгрузили Вроде должны ехать Ну что, друзья На дворе ночь Дождался я, наконец Эвакуатор Привез мне машинку Сейчас он там Разворачивается Говорит, пробки большие В Востоке В связи с этими снегопадами Чистят Технику Ездит Проверка Утравду Сейчас я вам подойду Скажу Ну да Приключение только начинается Приключение, ребят Начинается от того То, что приехали Я не знаю Мне вчера Хозяин этой машины В Москву Носил всю ночь Ну, по Москве-то У нас здесь уже полная ночь была То есть я из-за него И не выспался Ни черта Потому что мне писал Узнавал там Че и как Под утро начал Только Заснул Начал опять писать По местному Он встал Я понимаю Машину он ждет Но они прислали Вот нанял он эвакуатор Который с задней погрузкой идет Не манипулятор Мне его сюда Вот надо поставить А именно Эвакуатор С задней погрузкой Парнишка сейчас тоже Говорит У меня даже объявление В авито Говорит Там Полностью Фотография Личная Моего эвакуатора Вот такие вот Чудники Называются Я просто Как говорится Худею Как сейчас модно говорить Как ее сейчас ставить Это Хер его знает Ладно Сейчас будем звонить Хозяину Пускай думает Вот я говорю Машинка А он подъехал К тому эвакуатору Кольфу Все перепутал С голове К тому Тралу подъехал Ну назад сгонять Но не судьба Экскаватор Не двигать Это тоже не вариант Выгрузил парнишка Машинку Вот она стоит Сейчас подъедет Воровайка С краном Так сказать Будет уже поднимать На себя Ставить Не могу Скупой Плачет Дважды Дурак Трижды Лох Всю жизнь Не называется Хотя скидываю Хозяину Фотографию Трала Что у меня Сзади стоит Экскаватор Нужен Именно Манипулятор Чтобы поставить На гусак Ладно Ждем Ну что Подъехал Манипулятор Сижу уже Вот машину Завел Сейчас надо Подогнать туда Все На японском Манипулятор Тоже конечно Гружен Но я так понимаю Он будет через нее Перекинуть Как неудобно Ребят Проковаться Если честно Непривычно Не то что неудобно Непривычно Все Вот так Оставим Наверное Хватит Еще Все Старт Стоп Выходим Молшные движения Хозяин Этой Машины Не дал Выспаться С вами Вопросами Сейчас Грузи ее Ладно Ребят Мы грузить будем Все Машину Перекинули Ничего Какие Там Все Раскаковал Какие ситуации Как раз Грузить Не знаю Рулить Не знаю Снимать Все Нормально Завтра Уже По утру Привяжу Растяжку И Будем Выдвигаться Все Слава Водок Поставили Мозги компостировали Ну Нормально Все Поехали Мы Тронулись Легковушка Увязали Вчера Вчера Я не стал Увязывать Потому что Темно Было Мучиться Под эти Рычаги Залазить Не видать Ничего Сегодня Проснулся Расцвело Увязался Сходил До Роснефти Взял Кофе Попил Кофе И Стартанул Все Нормально Потихонечку Едем Что Ребят Ну Радует Меня Моя Аудитория Прям Радует Честное Слово Вот От души Говорю Всем Огромное Спасибо Вы У меня Блин Ну Просто Молодцы Супер Все Прям Вот Охотно Ответили На мой Так Сказать Вопрос По Подписчикам Почему Не добавляются Блин Ребят Ну Как сказать С одной стороны Грубо сказать Вы мне открыли глаза Как бы так сказать Правду донесли Объяснили Рассказали Да Действительно Пусть оно Не такое большое количество Но Все подписчики Живые Адекватные И Просто Отличные Так сказать Ребята Вот честным Я не ожидал Но Такого ажиотажа Написали многие И все пишут То что Блин Все четко Все хорошо Снимай Продолжай Да Ребята есть Которые Там Какие-то Коррективы Внесли Посоветовали Но Постараемся Их Принять И воплотить Так сказать В наши ролики Но От души вам Ребят Честное слово Просто Просто Вот Шикарно Все подорвались Все написали Все ответили И еще раз повторю У меня аудитория Четкая Я Я просто Сам себе Завидую Называется Нету Всяких Извините За выражение Дебилов Которые там Пишут Всякую хрень Ну нет Они есть Но это Может быть Один Два Процента От всей Аудитории Без них Тоже скучно Остальные Все адекватные Мужики Вот Адекватные Ребята Которые Посоветовали Объяснили Подсказали Высказали Своё мнение Спасибо вам Ребят Большое Честное Я Очень рад Очень рад Что у меня Такая аудитория Молодцы Я буду стараться Для вас Тем Вот вы Меня этими Всеми Сообщениями Так сказать На этот ответ Просто Добавили Знаете Подбодрили И добавили Как сказать Попитку дали Чтобы дальше Продолжать Ещё снимать И Ну Не останавливаться Что-то Продолжать И продолжать И продолжать Огромное вам Спасибо Ребята Просто Ну Нет слов У меня Других Как бы Слова Благодарности Только Ложу Руку на сердце И говорю То что Блин От души Всё Мы сейчас Выдвигаемся В сторону Уссурийска Нам надо Сегодня Дойти До Бекина Заедем туда Заправимся До полного Искупаемся Покушаем Переночуем И пошагаем Дальше Так что Нарвём Шагаем Заедем сейчас Ребята Вот на такую Стояночку Это наверное Местные Ессентуги Шмаковский Шмаковский Нарзан Называется Это место Родничок Это Ну не место Родничок Это Просто Стояночка Там есть Сейчас Найдём Шмаковский Нарзан Источник Там есть Такая Скважина Не знаю Давным-давно Уже Пробурили Но вода Как раз Такая С примесями Ну примесями Как она С сероводородом Что ли Отдаёт Типа лечебную Столовую Как раньше Было Модно Такая Вот Олейка Здесь Взяли Полторашку Сейчас Наберём На дорогу Её конечно Противно Пить Но Так сказать Полезно Стоимость Одного литра Миниарная Двенадцать Руболей Так вот Двенадцать 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 Продолжение следует... 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 выезжаешь получается уже так скажу вера мерлен у них там право поворачиваешь и все вот буквально через там километр-полтора пост то есть понимаете с одного конца города заехал круголя огромного дал и выехал получается уже на выезде просто игры вот здесь еще более-менее как сейчас грейдер прошел а когда здесь слякать это здесь просто или если прям сухое лето здесь пыль стоит если впереди еще машины какая-то пошла о ей все тут кошмар да мне кажется даже вот если снегопад будет здесь уже будет весело ладно благо еще и укатывает не говорит грейдер чистит какой-то ей ну весело весело сейчас мы выпрыгнем на трассу по трассе проедем километров можете где-то 40 еще сейчас вот я проехал уже где-то примерно 40 по трассе еще километров 40 и там еще чагирями я не знаю но тоже километров может 20-30 вот такой вот объезд ладно шагаем дальше вот вышел я на трассу комсомольск на амуре хабаровск проехал князь волконский поселок такой восточный и получаются сейчас вот нам где-то нужно будет уходить направо вот здесь вот надо чисто поле уходить направо грубо сказать тут остается совсем рукой подать до хабаровска напереди знак 26 тонн грузовым запрещено 5 600 метров и мы сворачиваем какие-то чагиря опять этими чагирями сейчас еще будем ехать и ехать только потом уже выскочим курамерлен в сторону биробиджана еврейская автономная округа вот такие вот окольными путями пробираемся по разрешению я говорю простые смертные ездит где удобно где можно нормально проехать и хорошей дороги но нас элиту в кавычках посылает всякими жопами извиняюсь за выражение ладно шагаем дальше все выбрался я с чагирей вашему вниманию город хабаровск про мерлен леруа большой гипермаркет сам бери продуктовый многие дальнобойщики вот здесь останавливаются и набирают мы идут за продуктами это уже выезд из хабаровска грубо сказать сейчас через километра полтора будет пост дай бог мы его нормально пройдем и будет река амур ну немножко прокатится со мной посмотрите вот красные попали чуть-чуть по местному времени уже 8 часов но у них еще темно у нас получается где-то так час ночи у нас не ошибаюсь или 12 ночи скорую сейчас проедет пропустим как всегда самый непотребляющий момент села батарейка пока поменял уже вот к посту подъезжаем там какой-то кран ползет впереди 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 нет какая-то машинка стоит на посту ладно ладно будем надеяться что спокойно проедем маячки у нас работает все у нас нормально без лишних вопросов охота проехать все нажимаем газ пол лаберса поехали вот вашему вниманию мост всегда его днем проезжаем сегодня рано утром еще темно как раз тот музей железнодорожной техники 3к амур ничего не видать она замерз уже темно но все же здесь под нами железнодорожные пути заехали в амурскую область ребят мы такие горки пошли сопки подъемчики даже есть кармашки как они экстрит торможение называется не знаю правильное название ну чтобы грубо сказать что со спуска идет если тормоза отказали туда залетать но опять же я всегда на них смотрю они под таким углом вот грубо сказать угол чуть не 90 градусов то есть ты сверху летишь и надо на скорости еще залететь в этот кармашек то есть он не параллельно как-то не это а вот именно под углом и здесь бордюр ну балоги сделали бы бордюру это отбойник не бордюр отбойник убрали бы чтобы полого залетать а это чтобы нормально в него зайти не положить фур это надо со встречки наверное заходить весело короче тот рейс вот здесь как раз мы проходили здесь было все в снегу залетали на скорости сейчас как бы я так ну развалочку спокойно заезжаю не заморачиваюсь а до этого залетали прям будь здоров потому что если не ошибаюсь а ну вот здесь если снег недавно валил получается видно что следы вот кто-то сушил слифовал видите обратили внимание вот раз мы как раз сюда забирался здесь вот кран стоял после него да пониже кран наоборот трал стоял и вот здесь где-то кран медленно-медленно тоже потихонечку но забирался вот такие вот красоты природы открываются еще чуть-чуть и будет стела Москва Владивосток ну не чуть-чуть еще и прилично ехать как бы но у вас это чуть-чуть может быть все включаем горняк и потихонечку пускай ползет кто-то будет говорить что-то че зимой горняк ребят ну как бы я ногу на тормозе держу и сколько раз так пробовал в таком широком месте то есть если колесо где-то начинает пробуксовывать все она блокировку включает и антибукс и получается так то что ABS срабатывает короче долго объяснять правильно и не могу сформулировать ABS отсекает сразу горняк и машина начинает катиться то есть уже выключается не пойдет она юзан как некоторые говорят складывает я не знаю я у многих спрашивал то что как зимой можно нет машина у меня хозяина так что я спускаюсь другой говорит я тоже спускаюсь телефончик внизу и телефон и рации все в одном лице все спустились спокойно тормоза чтобы не сжечь сейчас немножко набираем скорость подниматься на улице минус 15 такое солнышко как будто весеннее прям такая погода интересная я вам то скажу снежочек валил туда я ехал не так много было это видно что буквально может быть дня 2-3 назад он валил хорошо ладно шагаем дальше вот вот мы подъезжаем к стелле Москва Девосток доезжаем по мосту через реку Бурея потому что здесь вот Новобурейск городочек есть и вот как бы часть этого и река Бурея наверное шлюзы вон светятся плотина скорее всего плотины не шлюзы просто плотина вот она вдалеке виднеется Москва Девосток красавица стелла давайте остановимся посмотрим ее так сказать в темное время суток а собак то сколько кучи целых клубин завоза вот она Москва Владивосток стелла сейчас ну вот она красавица стелла нижняя часть вся в наклейках такая немаленькая прям ну ладно мы едем дальше сейчас пост пройдем и потом уже за постом там кафешка на нее заедем ночевать ну что поедем сейчас через пост надеюсь будет все спокойно а то они что-то на такую пост тут иногда каишник в своей машине тусуется то летует то что-то это непонятно то спокойно так поста боятся новобурейки прозвали так новобурейский пост бежит бежит, бежит, бежит по нашу душу ладон 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 поговорим Все, даже минуты не прошло Они смотрят просто Тут весы бывают то закрыты, то открыты И кто мимо весов проезжает Тех сразу иди сюда на 500 рублей Остановил, документы ему дал Так еще отчетливо все представился, молодец Документы посмотрел Разрешение говорит, есть? Я говорю, конечно, все нормально Все, счастливого пути Мне спасибо, с наступающим Раз документы забрал, поехал Нормально Не знаю, сколько раз я проезжал здесь Один раз меня за ремень здесь тормознули И то я нарвался на то, что Рейс ехал, весы были закрыты Ну и я по инерции прямо пролетаю Я вот как раз в обратную сторону шел Он меня останавливает Говорит, а ты что, мимо весов знака не видел, что ли? А, ты почему, говорит, не по той полосе поехал? Знака не видел, что ли? Какой знак? Ну, грузовым здесь нельзя, типа, по весам надо Я говорю, блин, честно, говорю, вот, ну Они закрыты, сколько времени были Я говорю, вот, ну, по инерции Он, ну ладно, а почему не пристегнут? Я уж не стал в уши ссать, то, что Да я был пристегнут при тебе Это, я говорю, ну, косяк, командир, косяк Ну, ладно, говорю, давай Пошли, за ремень выпишем И поедешь дальше Ребята, обратите внимание Вот эта стоянка, она всегда битком Сейчас стоят три машины Вот просто Стоят три машины Это связано с чем? То, что все нормальные отдыхают А я жадный работаю Даже по трассе, по трассе едешь И понимаешь, ну, что народу, ну, машин мало Потому что народ уже все пьянствует Готовится Че сегодня, тридцатое число Уже, блин, все по магазинам там Я не знаю, тарятся Уже пьянствовать начинают У кого-то корпоративы там Кто-то в гараже пьянствовать начинает Так, я думаю, вот так вот мы встанем Не будем туда вылезать Как Дафон, все равно уедет, наверное Ну, короче, как-то вот так вот Здесь мы и заночуем Я говорю, Дафик, наверное, сейчас покушает Уедет, мы вот здесь около столба встанем Чтобы спокойно завтра вырлить и уехать Многие, говорю, эти весы боятся Потому что тут транспортники стоят Насколько я знаю, до пяти вечера После уже не стоят И они что-то там, как бы Напрягают нашего брата Ну, ладно, все Мы пойдем тоже поужинаем И отдыхать Ну что, вот Утро наступило Снежочек идет Он еще не габарит стоит А тут, оказывается, по соседству со мной Встал Человечек Мы с ним познакомились Это Алексей Жуковский У него тоже свой канал на Ютубе Вот, снимает Приждать надо Нормальный Снимает У него тоже канал, ребят Вот Пообщались мы с ним Познакомились поближе Как бы Целый вечер тут сидели, разговор Разговаривали Да, как бы Встретились, называют Два одиночества Два блогера Два коллеги Как бы, ну, по вопросу Поэтому у него опыта уже побольше Так что Много чего мне подсказал Интересного Рассказал Вот Тоже Подфартило так То, что человек встречать Будет в кабине В дороге Новый год Вот Сейчас он Куда? Мы туда Едем Ну, ничего Как бы Говорю, постояли Поболтали Рассказали Все Посидели Посидели Он сам Из Белоруссии Вот Фирма тоже Белорусская Работает И на Европу И на Казахстан Везде не ездит На Европу Мы работали Пока ее не закрыли Сейчас мы на Европу Не ездили Сейчас у нас И всей Европы Осталось только Турция И то редко Ну Тоже она Со своим перевалами Там Интересно Дает Знаю Там В Турции Я с летом был Дождик пошел Это считай, что с них Асфальт Скользкий Скользкий Они Какой-то крошку У нее Ничто Турки Добавляют И все Шлифует Там Вообще интересно Жарко Было Очень Я попал Июль Август Прошел 40 В плюсе В порту В этом Пожил Туда Интересно Посмотреть Народ Как живет Другие Ну Я тебе Так скажу Та Турция Которую Мы Видим По телевизору Там Курорты Там Анталия Там Все дела Это Турция Турция Элитная Турция Турция Которая Настоящая Турция Это Совсем Другая Турция Ну Передавайте Скажи Мои подписчиков Братцы Я Так Своих Подписчиков Ну Как бы Вас Ну В данный момент С наступающим Когда уже будете смотреть Уже наверное Будет наступивший С наступивших Вас Новым годом Здоровья Мира Добра Вам Вашим Семьям Родным Близким Всех плак На жизни На пути Да Да Ну Все Ребят Мы пойдем Тоже Чайку Попьем Пообщаемся И Разъезжаться Будем К море корабли Кто Куда Кто Налево Кто Направо Кто На запад Кто На восток Ну Все Всем Привет Салют Ну Что Друзья Вот Такая Вот У нас Встреча С Алексеем Получилась Да Я Видел Его Канал Смотрел Вот Но Никак Не Получалось Нас Живую Стриться А тут Бац Прям Вот Так Судьба Свела Пообщались Очень Грамотный Мужчина Дяденька Такой Прям Позитивный Веселый Хороший Подписывайтесь Тоже К нему На канал Много Где Катается Много Чего Интересного Он Рассказывает Вот А мы Что Шагаем Дальше Тронулись Поехали У нас Вот такая Вот Поземка Сзади Все Белым Бело За тралом Ничего Толком Не видать Ну и машин То нет Обратите внимание Если Встречки Идут Немножко Снег Так сказать Распорошенный А здесь Вот видно Что давно Никто Никто Не Проезжал Трасса Пустая Я вам Говорю Трасса Пустая Многие Отдыхают И Очень Мало Машин На стоянке Полупустые Одну Треть Забились Стоянки Сегодня Постараемся Дошагать До Сквардино И Как бы Там Наверное Будем Ночевать Встречать Новый год Потому что Надо сейчас Усердно Постараться Шагать И шагать Чтобы нам Дойти До туда По крайней мере Хоть там Есть интернет По крайней мере Хоть Нормальное Кафе Столовое Скупаться Покушать И Так сказать Встретить Новый год Лечь спать И завтра Опять ехать И ехать И ехать Кто-то С похмелью Будет Болеть Кто-то Работать Одно Шагаем Погода Такая Чуть Мерзкая Что Проехал я Еще Километров Наверное 60 Вышло Солнышко Бегают Вон Куропатки По дороге Некоторые Уже Отбегались Смотрю Там Их Вороны Кромсают По чуть-чуть Ну это Природа Я вам Так скажу Все Поземка Так сказать Перестала Снежок Точнее Перестал идти Поземки Нету Все нормально Сухой Асфальт На улице Минус 21 Так Свежо Хорошо Мы шагаем Извиняюсь Мы шагаем Дальше Машин Нету Ребят Вот уже Еду 130 километров Проехал От того Как тронулся Вот Обогнал Только Две фуры Больше Мне не попадалось И навстречу Так же Может быть Ну 3-4 Проехало Фуры Ну и С десяток Вот Маленьких Вот таких В некоторых Смотришь Уже такие Сидят Тети Дяди В пиджачках В платьях Женщины Там Даже В одном Джипике Видел Наряд Снегурочки Женщина Ехала Ну Кто-то Может быть Едет Там Хабаров С родственником Своим Детям В ближайших Вот Городов Поселков Там Отмечать Праздновать Потому что По местному Уже Время 11 часов Еще чуть-чуть И скоро Новый год Будет Так сказать Стрелки Поджимают Ну ладно Мы шагаем Дальше Думаю На этом Наверное Уже Наше Видео Закончить На этой Хорошей Ноте Закончим Видео И Следую Уже Будет Видео Наверное С поздравлениями Так что Ждите Ничего Ребят Не могу Обещать Потому что Здесь Именно Вот Эта Часть Читы Очень 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 Плохой Интернет Где-то Есть местами Но там Не встанешь Вот То есть Даже нет Ни кафе Ничего Где кафе Есть Там Очень Плохой Интернет И Не знаю Как все Получится Да Хороший Кафе Это Маяк И Где С хорошим Она Интернетом Мне Шагать Еще Как Минимум Где-то Тысяча Тысяча Сто Сегодняшний День Я боюсь Я не проведу Такой Промежуток Ну Упереться Пройти Можно Но Суть Уже Я Ничего Не успею Не смонтировать Не выложить Ничего Никак Так что Будем Что-то думать По ходу Движения Пробовать Где-то Искать Интернет Все Ребят Всех Обнял Надеюсь Видео Понравилось Ставьте Лайки Подписывайтесь Кто Еще Не Подписался Пишите Комментарии Всех С наступающим Подписывайтесь Также На Алексея Ссылочки Оставлю Передавайте Ему Привет От Димы Так что Чтобы Понятно Было Что Мои Подписчики Тоже Перешли К нему Подписались Так что Давайте Такое Сделаем Движ Передавайте Ему Привет От Меня Ну Все Друзья Все Шагаем Спасибо Спасибо